Ассаламу алейкум! Добрый вечер или добрый день! Всем привет! Лайфхаки для быта. Это моя излюбленная тема, так как я женщина, так как я больше времени провожу дома, в быту. Если вам интересно лайфхаки для быта, оставайтесь со мной. Если вам нужно разморозить мясо, но у вас нет микроволновой печи, вообще не советую размораживать и готовить микроволновой печи, потому что это вредно. Я не делаю это в микроволновой печи, но я размораживаю мясо в микроволновой печи, когда внезапно пришли гости, и нужно это быстро-быстро сделать. Нужно делать это натуральным способом. Для этого налить в чашу воду и положить пакет с мясом, у меня фарш, опустить в воду и оставить, пока мясо не разморозится. Разморозка мяса в холодной воде, это будет самый лучший способ натуральный. Но ни в коем случае не добавляйте горячую воду, так как мясо ваше будет источать неприятный аромат. Вы торопитесь на работу, а чай у вас горячий, и вам нужно быстрее этот процесс ускорить, то есть охлаждение чая. Положите сразу в чай 2-3 ложки. Теплообмен от более нагретого состояния к менее нагретому переходит быстрее. За счет этого ваш чай остынет в 2 раза быстрее. Вам нужно нарезать перец чили, и вы понимаете, насколько потом на коже у нас на руках остается вот эта перчинка. Не дай покоснуться глаза, это все жгет невыносимо. Поэтому здесь тоже есть решение. Нужно всего лишь перед тем, как начать контакт с перцем чили, смазать руки растительным маслом. Вот видите, как я обильно намазала, и теперь мне не страшно перец чили. И приступать, резать, делать все, что угодно с этим перцем. Масло на руках, и красный перец, он нам не грозит. Мы часто открываем различные упаковки, приправы, перец, сахарная пудра, да все, что угодно. И очень неудобно бывает вот в таком виде оставлять все это рассыпается, если мы их не пересыпаем в емкости. Я для себя эту проблему решила. У меня всегда на кухне есть скрепки, вот такие большие скрепочки. Вот таким вот образом закрываю. Непрямое использование получается скрепок на кухне. И ничего у вас не рассыпется. Сколько всего порой находится у нас в дамской сумочке. И иногда хочется сделать генеральную уборку своей сумки. Но не всегда хочется ее, понимаете меня, да, милые девушки, дамы, что ее вытряхивать как-то неэтично, неэстетично и некрасиво. И хочется, чтобы все внутри было чисто. Для этого я использую ролик для одежды. Просто пройдусь внутри, она в самые закрома, в самые такие труднодоступные места вашей сумочки найдет абсолютно все. Вот таким вот образом можно собрать все крошечки, если у вас там оказались, всю пыль и даже монетку. Представляется чистота вашей сумочки. Вам нужно почистить свою одежду, но у вас нет под рукой ролика для одежды с липкой лентой, либо закончилась липкая лента. Для этого можно использовать обычный скотч, но намотать его на руку липкой стороной. Вот таким вот образом. Все. И пройтись по себе, по одежде. И она соберет всю пыль с вашей одежды. Данный лайфхак для всех любителей кофе, которые постоянно используют для этих целей турку. Вы знаете, что она темнеет внутри и хочется иногда ее почистить, чтобы она была такого приятного цвета. Допустим, вот эта вот новая кружка, аналогичная этой турке. Вот так она выглядит изначально. И вот потемневшая бывает от частого использования. Захотели почистить. Положили кусочек лимона. Добавили воду. Ну, полную залили воду. У меня сейчас горячая вода из чайничка. Быстрее закипит. И ставите на огонь. Ставите на огонь. Вода закипит. И после этого нужно прокипятить несколько минут водичку с лимоном. И ваша турка приобретет вот такой вот первоначальный цвет. Вы такая хозяйка, но прямо чистюля. И хотите отмыть сковороду, которой пригорели остатки пищи. Как это сделать быстро и как вообще быстро с этим справиться. Нужно налить воду. У меня горячая вода из чайничка в сковороду. Кинуть щепотку, вот прям щепотку соды. Включить газ. И когда вода закипит, буквально несколько минуток оставить провариться. И все остатки пищи покинут вашу сковороду. И вы очень легко справитесь с мытьем сковороды. Ну вот, дорогие друзья, вот и все лайфхаки для быта на пока, на сегодня. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Я думаю, что что-то новенькое, интересное я для вас обязательно придумаю. Ассаламу алейкум. Ва рахматуллахи баракятух. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok